Доброго времени суток! Сегодня видео будет о калибровке мультиметров. Пока это еще актуально, у нас еще есть достаточно большое количество моделей, которые калибруются с помощью подстроечников. Начнем с того, на чем мы, собственно, будем калибровать этот мультиметр. Вариантов здесь очень много. На то, чтобы описать даже все те варианты, которые просто у меня есть, уйдет, наверное, несколько часов. Поэтому ограничимся самыми простыми вариантами. Это у нас китайская платка с заранее измеренными напряжениями. Вот именно к такого вида платкам никаких претензий по точности нет. Здесь стоит бэушный AD584. Качество сборки у них, как правило, полное дерьмо. Но, тем не менее, они работают и действительно выдают положенные напряжения. Это первый вариант. Второй вариант – это собрать что-то самостоятельно. Вот здесь, например, стоит AD1580. Здесь выбор микросхемы абсолютно любой. Просто открываете любой каталог с поиском и подбираете по нужным параметрам. AD1580 изначально имеет точность 0,1%. Базовое у него напряжение 1,225 В. В принципе, для вот таких походных целей она достаточна. Типовые схемы подобных источников, эталонного, скажем так, напряжения, я, наверное, начну публиковать потихоньку в свежезаведенном контакте. Описывать каждую займёт сейчас очень много времени, поэтому перейдём к резисторам. Здесь, на этой плате у нас в качестве образцовых используются резисторы S2-29В. В принципе, они есть во многих российских интернетах и обычных магазинах. Достать их прям особой проблемы нет. Точности у них различные, но, как правило, не выше 0,5%. Советская промышленность, помимо достаточно простых и недорогих S2-29, у нас выпускала ещё множество всего интересного. Если точности в 0,5% не хватает, то у нас есть R2-67, S5-61 и S5-60. Это ультрапрецизионные резисторы. Стоят они уже достаточно дорого, в районе 100 рублей штука. Но западные аналоги стоят в разы дороже. Также из советского наследия могут пригодиться конденсаторы K717. Они также прецизионные. Как видим, здесь 0,5% у него точность. Для конденсаторов это очень даже неплохо. Ну и перейдём, собственно, к калибровке мультиметра. На самом деле, я просто покажу одну фишку. Этого, в принципе, достаточно. Для калибровки вот таких вот ручных мультиметров здесь возможностей для неё не так много. В данном случае у этого мультиметра вроде как всё подписано. Но во многих мультиметрах бывает так, что есть куча подстроечников, но у них нет никаких обозначений. Естественно, люди начинают крутить, и всё это заканчивается печально. На самом деле, всё, что надо сделать в данном случае, это не крутить, а замкнуть ножки потенциометра, ну, пинцетом или в безопасном случае это просто резистором, например, на 1 кОм. И мы узнаем, за что отвечает данный потенциометр. Сейчас попробую, если это всё в руках у меня не развалится, продемонстрировать это. Вот мы подключили конденсатор на 200 нанофарад. Видимо, мультиметр откалиброван отлично в данном случае. Но, тем не менее, я хочу, допустим, проверить, действительно ли отвечает этот потенциометр за измерение конденсаторов. Я просто замыкаю. И мы видим, значение изменилось. Значит, этот потенциометр действительно отвечает за настройку конденсаторов. И мы, соответственно, можем его подкрутить так, как нам надо, в соответствии с нашими эталонами. Собственно, вот в этом и заключается калибровка вот таких простых мультиметров. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.